Всем привет! Сегодня очень коротенький ролик про стоки, про видео на стоках. Много очень спрашивают, в личку пишут и в комментариях. Я на самом деле не залезал больше трех месяцев уже, по-моему, на стоки. Были всякие заказы, мы работали. И вот решил посмотреть, что там происходит, какие-то итоги подвести и заодно записать ролик. Про видосы рассказываю, не про фотографии. Напомню, кто не смотрел предыдущих серий, и начал заливать видосы я на стоки в октябре 2018 года. То есть вот получается уже два с лишним года как заливаю. За это, ну я смотрю по шаттерстоку, 1138 роликов на данный момент. Понятно, где-то больше, где-то меньше. Ну и, соответственно, сразу же у многих возникают вопросы, что так мало денег, ты столько два года работаешь, так мало денег. Естественно, эти 1138 роликов я не два года работал чисто на стоке. Мы уделяем достаточно мало им времени. Я пытался посчитать сколько, но, к сожалению, в какой-то момент мы профукали статистику, перестали вести. Но я думаю, что вот реально, если все время объединить, это меньше трех месяцев рабочих получается. Где-то так, плюс-минус. Итак, программа называется Microstocker Pro. Оставлю на нее ссылку, видно здесь, да? Достаточно прикольная программа для статистики, но тоже со своими недостатками. Видите, вот то сюда не подключается, то туда не подключается. Но в целом программка достаточно удобная. Итак, если смотрели прошлые выпуски, то видели, что у меня был восходящий, в общем-то, тренд. И я, по-моему, говорил о том, что в целом я доволен отдачей. Да, постоянно чуть-чуть рос доход, заливал по чуть-чуть, доход тоже рос по чуть-чуть. И было все, в принципе, как я изначально и планировал. Не по оптимистичному сценарию, но в целом как бы в пределах нормы. Сейчас я могу сказать, что, ну, все немножко у меня грустнее. Лично у меня, потому что я, ну, общаясь с другими стокерами, я знаю, что у многих все отлично. Но у меня доходы сильно просели. Просели они, как мне кажется, в основном в связи с пандемией. Но у меня такое ощущение. Почему? Потому что вот сейчас у меня отображены продажи за февраль. Видно, да? Должно быть видно. Надо было, наверное, хоть мусор убрать со стола. За февраль 2020 года. И вот сумма заработка, сколько скачалось. Ну, в общем, сумма заработка самая важная. 321 доллар. До этого я дошел, у меня была цель дойти до 500. Я дошел, но, к сожалению, дальше пошло падение. Вот в феврале еще было нормально, более-менее. 321 доллар. Но, к сожалению, вот как раз март, когда все закрутилось, завертелось. 172 доллара. Это прям, конечно, очень мало. Резкое падение. И дальше были то удачные, то неудачные месяцы. Но, конечно, уже никакого восходящего тренда я не вижу. То есть 248 в апреле. В мае 176 опять. Да, мы заливали тоже это все так, как я всегда со стоками и делал. То залили, то не залили. Но, то есть, постоянной заливки не было. Конечно, если бы она была, результат был бы лучше. Но все-таки вот в целом сумма каждый месяц стала меньше, чем обычно. Ну, вот в июне было хорошо. 371 доллар. Ну, как хорошо тоже. Лучше, чем 100. В июле 300, 200 в августе, в сентябре 370. Вот сентябрь был хороший. Октябрь 246, ноябрь 184 вообще. Хотя ноябрь всегда был хороший. Ноябрь, декабрь по фотографиям и, по-моему, по видео уже тоже всегда был хороший месяц. В декабре 193, а уж в январе, вот январь только-только закончился. Вообще 71 доллар. Единственное, ну, чуть больше, как раз спонт не отображается. И какие-то еще стоки, новые продажи не подгрузились. Но в целом, как бы до этого был тренд восходящий у меня. А сейчас, наоборот, продажи подупали. Если говорить в целом, то... Так, а как мне отобразить за все время? За все время видосов продалось на 6372 доллара. Я не буду, как бы, комментировать, много это или мало. Потому что, ей-богу, со стоками не угодишь. Бывает, что человек пишет, что так мало вообще, что ты за лошок. И через 15 минут приходит другой комментатор и говорит, да что ты тут врешь, ты не мог столько заработать. Короче, вы сами решайте. Ну, много для вас это или мало. Но вот, как бы, цифры... Цифры, они такие. То есть, получается, что... Это деньги, которые пришли в общей сложности за два с лишним года. Вложено... По времени было вложено около трех рабочих месяцев. Ну, может быть, чуть меньше. Но, конечно, нужно помнить о том, что это не чистая прибыль. Это выручка с выручки нужно, соответственно. Если у вас какой-то реквизит, что-то еще вычитать, модели там вычитать. Ну, в общем, что я вам рассказываю. Какие я могу сделать в целом выводы по, что у меня продается, что не продается. Ну, как и раньше, в целом у меня, конечно, больше продается предметка. Так, можно бестселлеры, наверное, включить. К сожалению, я не могу сейчас подвести итог, потому что по каждой позиции, что вот у меня прям топ, а что не топ. Потому что, как я сказал, мы немножечко забили на статистику. А в этой программе недостаток, ну, как и в любой другой программе со стоковыми доходами, недостаток, что, конечно, с разных стоков она не может взять и скоординировать, что вот это одинаковый файл, и объединить их. То есть нужно скидывать их вручную, искать. И я начал это делать, вот три штуки сделал, но понял, что я буду, наверное, делать это целый день. И пока что забил. Поэтому четкой цифры там, потому что лидер, а что не лидер, я не могу привести. Но примерно могу сказать, что, как и раньше, у меня лучше всего продаются вискарь, пиво, вино мы снимали, хорошо очень пошло. Все, что я люблю снимать, и то, что у меня, ну, в общем, получается достаточно неплохо, все это продается хорошо. Хорошо, неожиданно в лидеры, к лидерам присоединился еще съемка с всякими аптечными принадлежностями и маслами. То есть вот такие вот бутылечки мы напокупали. Черт знает, что мы купили их, потому что красивые бутылечки. Я, честно говоря, не помню, в прошлом отчете они уже были или нет. Ну и мы капаем всякие туда капли, и, в общем, неожиданно достаточно хорошо продается. И, кроме этого, у меня вот была серия с людьми, которая тоже у меня хорошо зашла. Про нее я точно уже рассказывал, потому что мы ее делали давно. Это вот модель наша Марина. Очень хорошо мы ее тогда поснимали, и она прям продается огонь. Ну, а что я еще хочу обязательно добавить, что в целом, вот сейчас я свежим взглядом спустя несколько месяцев посмотрел, могу сказать, что на самом деле продается все. Тут именно вопрос в том, насколько вас там устраивает общая сумма, интересные вам это деньги или неинтересные. Но на самом деле вот прям реально продается все. Я думал, что у меня продается только предметка, но когда я прошелся по продажам, я смотрю, что нет, и людей продается, и вот, и вот, и вот, и такая модель, и другая модель, и только руки. Окей, вот еще одна у нас модель позирует и целиком люди, и только руки у людей. Короче говоря, с людьми все продается. Продается, ну, предметка понятна. Продается вот с прогулки. Я даже не помню, рассказывал ли я в прошлых отчетах про это. Вот тупо ходил, гулял с камерой. Я часто хожу от дома в студию пешком, у меня 7 километров в пути. И я с собой иногда брал камеру и снимал вот, что вижу. Вот, допустим, кадр, который снимался с рук. Это стройка рядом с домом. Я подписал, что это зона, тюрьма. Ну, в общем, как тюрьма и продается. Продается неплохо. И больше, чем на 200 долларов, я так посмотрел даже вот просто на первый взгляд, с этих прогулок у меня напродавалось файлов. Сейчас вот где я найду. Ну, вот девушка с зонтом под дождем идет, я за ней бегал. Она на меня очень странно смотрела. И вот в другой день я пошел. Солнышко красивое, как мне показалось, выглядывает. Но, как вы понимаете, тоже элементарная вообще съемка. С моего Lumix G9 просто с рук. С замедленной частотой кадров я снял. С повышенной частотой кадров. Ну, вы поняли. И тоже вот уже несколько раз продалось. То есть, как бы продается на самом деле все, лишь бы это было там более-менее стоково по сюжету и более-менее качественно снято. В общем, в целом я так прикидываю, что, естественно, стоком я продолжу заниматься. Естественно, буду заниматься в том же режиме. То есть, я не собираюсь об этом. Я, по-моему, тоже не раз уже говорил. Не собираюсь сделать это фулл-тайм работой. У меня это не первый и даже не второй приоритет. Ну, и бросать тоже не собираюсь, несмотря на то, что доходов меньше, чем я думал. Я все равно пока что вижу смысл в том, чтобы этим заниматься. Даже учитывая, вот как раздолбайски мы это делаем. Все равно это, ну, в общем, дает какой-то возврат. То есть, на сегодня эти файлы принесли 6300. Ну, чуть больше, на самом деле. Долларов. Но, как вы понимаете, эти файлы никуда не деваются. Если я даже сегодня плюю и больше не гружу никогда на стоке, то, ну, как минимум тысяч 4 долларов они еще принесут. А это вроде как уже 10 тысяч. 10 тысяч за 3 месяца работы. Ну, в общем, для меня это вроде как более-менее сносно. Поэтому, на мой взгляд, пока что заниматься смысл есть. Вот, наверное, все, что я расскажу. Предупреждал, что коротенький будет ролик. Интересно, на самом деле, как у вас. Потому что, ну, у меня все-таки большинство таких знакомых говорит, что у них все нормально. Если вы занимаетесь стоками, напишите, как у вас, как у вас после пандемии, упали доходы, не упали. Ну, и, соответственно, много ли вы озариваете. На этом все. До следующих встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok